Ой, красота, тепло. Уберем сторонку, чтобы он не мешал. Нам сейчас, чтобы оттянуться подальше от причала, надо будет побольше потравить кормовые швартовы, подальше отъехать, чтобы потом двигателем натянуть муринг посильнее. По данным прогноза, в ближайшие два дня ветер обещает больше 40 узлов с юга. Это Стронгейл, 9 баллов по шкале Баффорта. Хороший прогноз на выходные. Шторма и завтраки – это частый гость в восточной и северо-восточной части Средиземного моря. Уже сегодня утром маринеры всех лично предупредили о надвигающейся буре и порекомендовали предпринять все необходимые меры безопасности. Поэтому сейчас мы будем подготавливать яхту к шторму. Для этого нужно потравить кормовые швартовы и выбрать муринг. Прежде чем начать работу со швартовыми, первое, что нужно сделать – это завести двигатель. Отключаем береговое питание, потому что длины провода может нам не хватить. Оставляем его на причале. Начинаем отдавать швартовы. Скидываем левый кормовой. Можно его так на причале и оставить. Он нам мешать не будет. Отвязываем левый продольный швартов. Сегодня практически штиль и порядок отдачи швартовых не имеет значения. И чтобы веревки не путались, я тоже скину его на причал. Отдаем левый прижимной швартов. Но не скидываем его совсем. Мы будем его подконтрольно стравливать. Хорошо, крепим, чтобы не убежал. Дальше иду на бак. Сейчас у нас яхта отойдет от причала ровно настолько, насколько мы потравили левый кормовой. Берем муринг на руки. И сейчас будем выбирать его допобедного. При креплении швартовых не забывайте про замок. Чтобы при динамической нагрузке они не развязались. Весье это полностью, даже в одиночку можно оттянуть яхту. Пойдемте, покажу. И теперь, чтобы натянуть муринг, даем задний ход. Плавно прибавляем обороты. Смотрим, сколько дистанции от кормы до причала. Еще маловато. При 50 узлах нужно быть уверенным, что корма не достанет до причала. Увеличиваем обороты двигателя и подбираем левый швартов. Швартов у нас должен быть под контролем, чтобы его как можно быстрее закрепить, когда дистанция нас устроит. Дистанции не хватает. Муринг добрый недостаточно. Нужно отъехать вперед еще дальше. Сейчас, чтобы отъехать вперед, мне не хватает длины швартова. Нарощу его любой веревкой. Уменьшаем мощность двигателя и прохожу снова к мурингу, чтобы его добрать. На этот раз он идет намного легче, за счет того, что я нарастил кормовой швартов. Возвращаемся к пульту управления двигателем и повторяем операцию. Увеличиваем мощность заднего хода и подбираем швартов. Я выберу сразу правый и теперь мне надо развязать левый и завести его в лутку. Еще увеличиваю плавно задний ход и еще больше натягиваю швартов. Дистанция меня устраивает. Креплю швартов и теперь нужно подумать, как выбираться на берег. Так как мы теперь стоим от причала дальше, нам понадобится трап. Трап обязательно нужно сфиксировать и можно глушить двигатель. Самый интересный вопрос это почему в Средизенном море все швартовы выбирают втугую, а в Черном море кормовые вытравливают на несколько метров. Напишите в комментарии ваши варианты. А в одном из следующих видео я поясню в чем разница. Трап готов. Проводим испытания. Теперь все готовы. Можно соревновать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok